Приветствую вас, и чтобы лучше понять, как сказать мужчине о том, что у вас есть дети, нужно сначала проверить его отношение к ним. А для этого необходимо в отвлеченном разговоре, на отвлеченную тему, спросить его, как бы ни вначале о том, как он относится к детям вообще, хотел бы он их, и так далее. И вот его реакция на это и поможет вам получить представление о том, как он к этому относится. И дальше вам будет легче сказать. Если он к детям категорически не относится, считает, что они только мешают на данный момент, то, вероятно всего, новость о том, что у вас есть дети, он вас приводит негативно. Это послужит отдалению вас друг от друга. Если, соответственно, он относится где-то нейтрально или наоборот, и хочет, то, возможно, он будет только рад, если дети будут у вас. Но, безусловно, тот факт, что вы сразу не сказали ему о том, что вас не делаете, это не очень хорошо. По сути, вы, конечно, не солгали, но и не сказали все и правду. И этот факт, может быть, мужчины воспринят негативно. Поэтому вам рекомендуется не тянуть время, не ожидать, а можно быстрее ему признаться, потому что лучше будет, если он знает об этом, как можно раньше, и вы, как можно раньше, расстроитесь за свои карты, дабы лишний раз не сближаться, не привязываться, и при негативных последствиях данного обстоятельства вам будет легче с ним расстаться. Вот в этом случае, но если можно быстрее, мужчине об этом сказать. Поскольку вы так и так скажете, то все это вы можете, это подготовить себя к его реакции, саму реакцию вам никак не исправить, потому что, ну, вы снимаете переделать мужчины, переделать его ценности, вот. И потом уже, собственно говоря, во всем признаться. Признание не должно носить характера виноватого, да, то есть это не должно звучать от вас, как признание с чем-то благом, с чем-то грешным, наоборот. Для него это будет, у него будет лучше звучать, это будет как хорошее новость, то, что вы свои дети любите, что они для вас счастья, что они ваш свет, то есть, что вы сказали, вот, знаешь, я, мама двоих прикрала ангелочку, допустим, допустим. Вот, именно так. Если вы сказали так, то мужчина воспримет это именно в том грехе, в каком вы это представите. Соответственно, если вы будете подавать это как что-то бастырное, как что-то такое, чего вы, как будто, не стыдите, то мужчина, соответственно, отреагирует на данное, скорее всего, негативное. Ну, это зависит еще от его зрелости, внутренней духовной зрелости, о которой, можно сказать, весьма-весьма мало, потому что вы его никак не характеризуете, но в 26 лет мужчина уже начинает испытывать, в принципе, готовность к самому, чтобы дети вошли в его жизни, но каждый человек воспринимает это по-разному, и вам необходимо все-таки для начала прощупать почву, потому что, прощупав эту почву, вы сможете не только самостоятельно как-то подготовиться, вы подобрать правильные слова, обозначить направление диалога, форму диалога и так далее, но и все, и у вас будет возможность, если что-то происходит и так, мужчины как-то, говорят, наладить. То есть, если вы резко скажете ему об этом, то это может стать для него неожиданностью, шоком, и что будет представляться между вами, как стена, а чтобы стены не было, но все-таки для начала его приготовить, в довольно подсознательном уровне. Почему? Потому что разговор о детях даже не принужденный, останутся у него в подсознании, все равно, и по-разному он будет более готов к такому разговору, который вы планируете с ним завести, и, соответственно, реагировать более объективно, более адекватно, адекватно, чем если бы вы сразу, обязательно его огорошили этой новостью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам мой ответ понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам своди.